Всем привет! Это Таня Мартанья. Сегодня я буду делать обзор бодесоса Томас. Внизу в описании сделаю ленту по времени, таймлайн, где вы можете перейти на ту часть, где начинается непосредственная уборка, потому что видео будет состоять из двух частей. Первый отзыв, вторая непосредственная уборка. Он у нас очень давно, это моющий пылесос. Это хороший способ отмыть, но все-таки у этого пылесоса есть свои недостатки, наверное, как у всякой техники. И для тех, кто сейчас решает, покупать ли его или что-то подобное, то обязательно смотрите это видео до конца. Да, можно найти какие-то подручные средства чистить диван, и их очень много. И у меня есть видео по чистке дивана, и оно очень популярно, но все-таки профессиональными средствами чистить лучше. И профессиональными пылесосами, которые достаточно глубоко проникают в ткани, и которые глубоко прочищают. Потому что любая поверхностная очистка без выпылесосования изнутри грязи, изнутри былиного средства, которые остаются, это уборка мнимая, потому что все равно поверхность будет загрязняться. Пришло время чистить вот этот наш диван, и мы вернули пылесос из ссылки назад. У нас очень давно этот пылесос, и мы им чистили. И как раз вот этот диван, когда мы не чистили, у меня не было дома пылесоса. Почему? Да, он хорошо чистит, но его главный недостаток – это габариты. То есть это огромная громадина, которая стоит у вас дома и для ежедневной уборки не подходит. Если в вашем доме очень мало места, вы со временем будете его куда-нибудь подальше убирать, так же, как и я. И в нужный момент мне окажется под рукой. Поэтому тот диван я реально чистила подручными средствами, потому что далеко был мой пылесос моющий, хотя он у меня есть. Почему нельзя делать ежедневную уборку? Дело в том, что его замучаешься мыть после уборки. Вот этот вот контейнер для сухой уборки, да, все ты почистишь, у тебя будет чистая квартира, очень все хорошо. Но если бы кто мыл за тебя этот пылесос, потому что вот эта чаша, которую ты моешь, она состоит из множества всяких ячеек. Эти ячейки набиваются. Если вы любитель чистоты, то есть все равно уже вы покупаете пылесос такой вот моющий с функцией мытья, потому что наверняка вы считаете, что все должно быть идеально чисто. Так вот, просто так вылить не получается. Остается по вот этим вот ячеечкам вот эта грязь. Что ее зубной щапкой каждый день пробывать? Это большая трата времени. И физически получается, что ту хорошую чистку, которую он дает, трудозатраты, которые уходят на вымывание остатков в водяном фильтре, это какая-то жесть. У меня сейчас пылесос маленький, компактный, он тоже у нас давно, у него даже вот это вот отлетела какая-то часть, типа турбины. И вот эта насадка мне больше нравится, потому что туда вот крупная собирается, это сапсунговский пылесос. Не знаю, насколько нужно делать его обзор, потому что он старый. Но если будет запрос в комментариях, то я его покажу. Так вот, понимаете, вот это простота. Я быстренько пропылесосила, выкинула вот эту крупную пыль, мешок редко меняю, и все нормально. Обратно вставила, быстро прополоскала. То есть, ну не знаю, вот эта быстрота, она имеет значение. А это сначала его собираешь, потому что после сушки, значит, все это собираешь. Детали все вот такие кривые, думаешь, как же их вставить. Много компонентов, то есть нужно вставить вот эту насадку, потом вставить фильтр. Все это вот, и потом, значит, быстренько все убрался, все тебя чисто устроили, все это перемыть. Это действительно трудоемко. И у меня не было на это времени. Но самая большая проблема, которая, потому что мы с ним достаточно долго жили, из-за чего мы все-таки его сменили на другой пылесос, это то, что для сухой чистки там есть такой переходничок. Мне сложно его показать, но как бы это и не важно. И этот переходничок, из-за того, что он потерялся, вот реально куда-то делал, то ли сломался, то ли потерялся, мы не могли больше на сухую тоже ежедневную уборку делать. А как моющий пылесос он функционирует, но каждый день тебе не нужен моющий пылесос. Поэтому он был запакован и отправлен в ссылку. И там живет, и вот мы его на генеральную уборку привозим и делаем эту уборочку. Как он пылесосит? Пылесосит он шикарно. То есть у меня стул, который вот сейчас я чистила, он был в ужасном состоянии. Сначала мы на нем сидели, и потом я его так почистила вот вручную без пылесоса. И что происходит? Я на него одела сверху чехол, потому что стали продаваться на него чехлы. И я думаю, мне проще чехлы стирать. И вот эти чехлы, посмотрите в каком состоянии, вот эти чехлы, когда они одеты, через них проступает грязь и втирается. И так как у вас остатки вот этого моющего средства, то образуется еще больше грязи, оно как бы налипает на это. Понимаете? Вот такой вот странный эффект у вас получается. Ну получается и получается. Я сниму этот чехлы, постираю, одену, думаю, так, нужно пылесос привезти, нужно пылесос привезти. И вот мы его только привезли. То есть этот стул реально не чистила я несколько лет. И вот этот диван вот два года... Кстати, я не помню, сколько мы его лет как купили. Он тоже из того, что на нем сидишь. Мы и спим на нем, конечно, когда спишь, ты закрываешь. Но все-таки он пришел уже в такое состояние, когда нужно чистить. И у серых диванов есть огромный недостаток. Это не видно грязь. Когда ты покупаешь, ты такой думаешь, не видно грязь, это так хорошо. Грязь-то она есть, но вы с ней не боретесь, потому что вы ее не видите. Двоякое преимущество серого дивана. Но мы его почистили, вот хорошо у нас все вычистили. Мы решили, что мы так себя больше плохо вести не будем и почаще привозить пылесос. И отправили его обратно. Привозим у моей мамы дом. И даже, имея большой дом и имея место, она его еле обратно приняла. Она говорит, я думала, мы его навсегда забрали, эту громадину. Нет, давай, вот мы тебе диванчик почистим. Так что мы уговорили. И специально я как раз сейчас купила средство, его нужно все израсходить. На самом деле там устроим чистку. Сама она, мы один раз ей показали, как чистить. Она не может с этим справиться. Это очень тяжело. То есть нужно нажать вот на этот рычаг, прыснуть, потом, значит, поводить. У меня чистит только муж. Потому что даже я бы все время с каким-то страхом, то есть у него слишком все усложнено. Но если есть какая-то более простая штука, нажал ее, помыл и быстро почистил, потому что у меня не с чем сравнить, знаете, покупать два моющих пылесоса, две громадины, чтобы стояли. Средство для ковров, которое вот именно идет к этим моющим пылесосам, потому что не должно пениться, оно же внутри находится, то есть у него особый состав. Оно реально крутое, то есть оно реально классное и очень хорошо прочищает диван. От него не остается запах, когда ты чистишь, нету запаха. И все вот, все как-то вот приятненько. Так что смотрите, я сейчас оставлю видео с уборкой, с непосредственной уборкой этой пылесоса. Всем пока, я Таня Матанин на канале Позитивных Идей. Надеюсь, видео мое будет полезно. Напишите, какие у вас моющие пылесосы и довольны ли вы ими. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok думал ты будешь собирать пылья У нас не все. Сбилось? Да. Настолько, да? Настолько, да? Нет, да? Время. Нет, да? Продолжение следует... Все нормально. Все нормально. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...